Инклюзивный Новый год. Праздник для общения и ради взаимопонимания. В преддверии самого волшебного события сказочные персонажи поздравляют и обычных детей, и особенных. Ёлку для них организовала руководитель благотворительного проекта «Мы вместе» Екатерина Ситанова. Атмосфера очень душевная, расслабленная. В одном хороводе родители и дети, здоровые и с разными недугами. Смеются и празднуют, без каких-либо границ. «Чудеса, чудеса, комочек снежный получаю я!» Смысл инклюзивной Ёлки, что дети, особенно и обычно, общаются все вместе. Они водят вместе хоровод, комками играют снежными из бумаги, танцуют, веселятся, обмениваются улыбками и учатся общаться в коллективе. В прошлом году мы исполняли желания детей, они писали письма Деда Мороза, а в этом году мы сделали тематический Новый год. Мы всем детям дарим конструкторы лего, тоже по желанию, но в одной тематике. Благотворительный инклюзивный проект «Мы вместе» существует два года. За это время к нему присоединилось больше ста человек. Все они нашли организаторы через социальные сети и теперь отмечают все праздники сплоченно, как большая семья. На торжествах работа проекта не заканчивается. Мамы общаются, рекомендуют врачей, советуют центры развития и реабилитации. Это полезные детям и их родителям. Родителям чем полезно, потому что родители общаются на таких мероприятиях, делятся опытом в воспитании особенных детишек. Никите 5 лет и у него тяжелая форма ДЦП. Мальчик не ходит и даже не сидит. Тем не менее, его родители – люди очень активные и позитивные. Считают, что ребенок должен участвовать в социальной жизни. И праздник Нового года для него не менее волшебный, чем для остальных. У нас очень много. С каждым годом, к сожалению, здесь все больше и больше, а Катя одна. Если будет таких организаций больше, то, наверное, будет намного попроще. И Катя в том числе. Есть, конечно же, родители, которые сидят дома непосредственно. Но опять же, почему они там сидят? Потому что у них нет возможности, наверное, появляться в люди. Это, наверное, мобильные возможности отсутствуют, то есть транспортные средства отсутствуют. Приехать с таким ребенком – это умеет. Особенные дети зачастую не любят шум и боятся большого скопления людей. Но на праздниках проекта «Мы вместе» таких проблем не возникает. Мы здесь собираемся вместе, чтобы детки здоровые и детки особенные не чувствовали себя неполноценными. Это Матвей. На праздник он пришел с родителями и старшей сестрой. В его жизни было много больниц, врачей и боли. Но сейчас все плохое позади. Это веселый ребенок, которому просто нужно чуть больше внимания. Это очень помогает детишкам, даже старшим, обычным, с друг с дружкой знакомиться, понимать, что они не одни такие. Потому что не только детям таким важно, что они не такие в мире, но и братьям и сестрам тоже это очень важно. И они знакомятся, общаются с такими же братиками и сестрами. Они с удовольствием посещают эти проекты, ходят, ждут их. До конца года благотворители организуют еще две елки для самых маленьких детей проекта и ребят старшего возраста. Без подарков с праздника не уйдет никто. Я в перлоге крепко спал, шум лису я услыхал, не хочу теперь назвать, буду с вами я играть.